это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня огонь вместо воды сотрудники мчс предупреждают по крепкой дружбе подробности убийства произошедшего на глазах очевидцев забава земли рязанской в дворце молодежи провели всероссийский фестиваль творчество большая вода уходит затопленных участков по всей рязанской области уровень воды в оке относительно гидрологического поста стремительно снижается сегодня это 324 сантиметра но теперь на первый план выходят лесные пожары из 500 с лишним пожаров на прошлой неделе основная часть это пал сухой травы основная причина человеческий фактор именно поэтому сотрудники регионального мчс в очередной раз напомнили основные правила количество возгораний сухой травы в рязанской области с начала года уже неуклонно приближается к 1000 огнем поражено 2300 гектаров площади и это только пал первым же лесным пожаром область отметилась неделю назад на территории шиловского лесничества огонь перешел с полей на земле лесного фонда понятно что это только начало с уходом воды сушить будет повсеместно впрочем поздно отзор не дремлет по всем загораниям проводятся проверки на настоящий момент сотрудник управления надзорной деятельности главного управления выяснилось 111 протоколов в 84 случаях принято решение о предупреждении в трех случаях о штрафах на сумму 15 тысяч рублей по остальным проводятся проверки и так с наступлением пожароопасного периода запрещено разводить костры сжигать мусор сухую траву и бытовые отходы в лесах сельскохозяйственных угодьях и на территориях прилегающих жилым домам естественно за появление свалки горючих отходов с вас тоже спросят для физических лиц штрафы кстати выросли напоминаем что за нарушение требования пожарной безопасности предусмотрена аспиративная ответственность на граждан штраф до 15 тысяч рублей на должностных лиц до 30 тысяч рублей на юридических лиц до 400 тысяч рублей если в случае пожара причем крупный материальный ущерб либо причем вред здоровью либо жизни человеку предусмотрена уголовная ответственность на срок до 7 лет лишения свободы открытый огонь на землях сельхозназначения и запасы тоже вне закона жечь костры также нельзя на торфяниках под кронами хвойных деревьев да и вообще при скорости ветра свыше пяти метров в секунду для тех же кто решит противопожарные минерализованные полосы использовать не по назначению например для складирования мусора предусмотрена особая ответственность и не только рублем подробности нашумевшего убийства у одного из домов по улице радищего сегодня раскрыли рязанские следователи двое подозреваемых как считает следствие действовали с особой жестокостью подробности у валерия седова подозреваемых двое но сейчас показания на месте дает только один рассказывает как они встретились потерпевшим в тот вечер поговорить толком и не успели обвиняемый предложил выпить а затем достал нож и нанес несколько ударов дальше говорит били вдвоем руками ногами следователем он рассказал что даже поднял земли бутылку не разбил ее об голову потерпевшему далеко подозреваемые не ушли по словам обвиняемого его друг предложил потерпевшего добить и когда они стали возвращаться им навстречу уже шел наряд полиции они задержали двух мужчин в крови в результате преступных действий потерпевшему были причинены множественные колото резаные раны грудной клетки множественные ушибленные раны головы и туловище с вышеуказанными телесными повреждениями потерпевший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии медицинского учреждения в отделении реанимации но несмотря на оказанную медицинскую помощь он скончался мужчинам предъявлено обвинение в убийстве совершенным группы лиц максимальный срок до 20 лет лишения свободы сейчас они под стражей по уголовному делу назначены необходимые экспертизы проводятся процессуальные действия направленные на сбор и закрепление доказательств в рязани сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд по безопасности пассажиров проверяли общественный транспорт проверка общественного транспорта начинается точно так же как и легкового с документов количество необходимых бумаг правда другое снимают даже показания тахографа после осмотр салона например работают ли кнопки экстренного открывания дверей пока все исправно но вот огнетушитель стрелочка уже переползла в красную зону а значит использовать его нельзя штраф за такое 500 рублей впрочем главная проверка только предстоит измерение суммарного люфта рулевого колеса принцип работы его очень прост в данном приборе содержится магнитный датчик магнитный датчик который соединен с устройством управления и при отклонении от центральной оси соответственно фиксируется люфт либо влево либо вправо и измеряет разницу между левым правым выводит как так называемый суммарный люфт погрешность такого прибора всего пять сотых процента оставит его в считанные минуты установку его происходит достаточно просто сначала выравнивала устанавливается в центральной оси для дабы определить центральную точку которая будет максимально удалена от центра колеса и предоставляется к любому из абадьев левому или правому когда он будет установлен соответственно с нормами здесь загорится красный датчик соответственно по погашение этого датчика когда он погаснет будет отклонение влево либо вправо которое собственно мы и измеряем теперь проверка показателей для автобусов допустимое значение отклонения 20 градусов здесь же в разы меньше да и локального штрафа за превышение показателя нет просто автобус сразу увезут на штраф стоянку с помощью эвакуатора и уже после штраф суммарный чтобы понимали какие автобусы в рейс выпускать нельзя с начала текущего года на дорогах рязанской области зарегистрировано 22 дтп с участием автобусов в результате которых 31 человек получил травмы различной степени тяжести за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 14 таких дтп в результате которых 5 человек погибли и 38 получили травмы различной степени тяжести за рейд таких отклонений в люфте не нашли мелкие нарушения все же встречались как например тот же неработающий огнетушитель главное теперь все это исправить чтобы цифры статистики не росли вверх забава земли рязанской под таким названием рязанском дворце молодежи прошел первый всероссийский благотворительный конкурс фестиваль творчества и искусств коллективы рязани и области а также ребята из других регионов состязались в трех основных дисциплинах хореографии вокале и художественном слове во дворце молодежи не стихают аплодисменты зрители тепло встречают на сцене каждого и не важно откуда ты приехал в рязань из москвы или ростова благотворительный конкурс забавы земли рязанской отличная возможность ярко заявить о себе сегодня мы открываем новый фестиваль забава земли рязанского забава земли рязанской включает себя три основных номинаций для детей это хореография вокал художественное слово фестиваль признан объединить детей особенных и совершенно обычных детей посещающих средней школы лицеи занимающихся дополнительным творческим образованием юные балерины на пуантах рок-н-ролльщицы и даже инопланетяне с лиц зрителей в этот день не сходили улыбки здесь между детьми не было барьеров ребята с ограниченными возможностями были наравне со всеми и на сцене и за кулисами для нас в первую очередь это привлечь детей к нашей национальной идентичности нашей консолидации что мы все вместе у нас большая очень много национальная страна что наша дружба что мы все вместе и третья история это патриотическое сознание у детей все это надо развивать и этот конкурс призван именно этим качеством детям наших развития помимо вокала и хореографии особо выразительной получилась поэтическая номинация как заявили организаторы все чтецы это новый российский литературный актив организаторами фестиваля выступили фонд мамино сердце юнармия и фестивальное движение дор и микс жюри подчеркивают что дети это будущее нашей страны а потому так важно прививать им патриотизм и толерантность а еще обещают что фестиваль будет только набирать обороты и каждый год расширять географию полина власова телекомпания город для тех кто не успел легендарные образы богородицы от 15 века до современности можно увидеть в рязани шесть десятков образцов европейской и русской иконографии из частной коллекции представлены в залах художественного музея до 15 мая образ богоматери в искусстве занимает особенное место к ней обращаются с молитвой в минуты радости и отчаяния как обращались сотни лет назад образ богоматери в любом исполнении наполнен любовью милосердием которые чувствуют каждый стоящий перед ним и не имеет значения верующий зритель или нет в этом зале 60 произведений искусства из частной коллекции 30 лет коллекционер собирал образы в россии и на мировых аукционах выставка интересна прежде всего сравнением разных направлений религиозном искусстве это русская икона которая ведет свое начало от византии от византийской иконы и католические образы богоматери связаны прежде всего с традициями эпохи возрождения с таким реалистическим началом и зритель который придет в музей наслаждаться этими произведениями увидит насколько расходятся традиции двух направлений двух регионов это католицизм и православие у каждого образа есть свое название кроме того иконы разделяются на типы к одному типу может относиться несколько сотен образов три основных типа аранта богоматери знамения адигитрия путеводительница елеуса умиления есть определенные правила написания каждого типа различия в положении рук богоматери расположение христа относительно нее на полотне и другие на выставке зритель может познакомиться с шедеврами мировой культуры это целое событие для всего города вы знаете это очень редко будет уровне выставок в художественном музее всегда очень высокие но то что мы сейчас видим вот на этой выставке это уникальный уровень то есть этот его вот как можно больше людей сюда привлекать просто даже вот когда выставки открытие пройдет просто постоять здесь здесь даже энергетика изменилась я очень рада за город и за музей открытие выставки дало старт мероприятиям приуроченным к празднованию ста десятилетия со дня основания музея это уникальное событие для региона и не только для нашего шедевры мировой культуры в таком количестве в одном зале это уровень третьяковки эрмитажа лувра это потрясающий проект это потрясаю это подарок вообще рязанской общественности кто хоть что-то соображает в изобразительном искусстве здесь все здесь самый высший класс и в иконографии и в академической иконографии и даже здесь есть западноевропейская икона так что просто надо это смотреть всем особенно детям может быть это трудно заметить простому зрителю но здесь высший класс это очень большой уровень и художественный и интеллектуальный сколько любви льется от образа матери божией ведь написаны они не случайно люди обращались к ним и получали просимое в самых разных обстоятельствах работу выставки к счастью посетителей продлили до 15 мая на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62.tv и на наших страничках в соцсетях всего доброго и и Редактор субтитров А.Семкин